всем привет сегодня решила записать вам видео и поделиться нашим опытом что делать если вы получаете штраф за неправильную парковку как его оплачивать и есть ли возможность его уменьшить или вообще аннулировать недавно мы получили такой первый штраф еще раньше не получали ничего за неправильную парковку мы поехали к озеру прогуляться по лесу так как трейлы открыты можно гулять но многие парковки закрыты и пока мы искали место подъехали в одно место нам сказали что закрыто стали ехать другое решили припарковать машину потому что дети захотели в туалет возле ближайшей заправочной станции была такая небольшая парковка с маленькими магазинчиками припарковали машину там туалет был закрыт и мы пошли искать дальше когда вернулись на машине был штраф в размере 75 долларов и было указано да то есть такой желтый талончик дается и на нем указан номер штрафа указана фамилия человека который выписал этот штраф все реквизиты машины время число и указано за что нам написали что наш штраф за то что мы припарковались на частной территории без разрешения и с другой стороны тоже указаны все реквизиты куда платить как платить куда звонить и мы стали искать да что же делать как платить если возможность объяснить свою ситуацию что с удовольствием припарковались в другом месте если бы там была открыта парковка на парковка была закрыта и в общем стали искать что делать на другой стороне написано были контакты по которым я позвонила это все было город и несфил это на север от торонто и такое небольшое отступление там конечно когда я позвонила приятно было общаться с людьми в этом сервисе потому что это совсем другой английский это совсем другое отношение к людям то есть не такое как здесь мне это напомнила сасекс напомнила мебрансвит где вот так и было ты звонишь тебе все с открытой душой все с куча добрых слов и и хорошего дня и все не помогают и просто чувствуется через телефон что человек улыбается и хочет тебе помочь вот тоже самое я столкнулась когда звонила в сервис здесь в торонто этого нет торонто очень много иммигрантов да все понятно и соответственно очень много акцентов и есть конечно такое радушие но его все равно не так много его меньше и особенно если ты разговариваешь с индусами то его еще меньше это они не такие позитивные люди как канадцы вот поэтому это было приятно сразу так вспомнились все эти слова на север от торонто подальше от торонто там вы увидите канаду да и это правда так вот что же дальше было да я позвонила и стал объяснять свою историю что я делаю почему почему мы получили этот штраф и что мне нужно делать потому что это первый раз как платить он мне сказал куда нужно идти на какой веб-сайт и на этом веб-сайте нужно заполнить опять же все то данные чека штрафа номер штрафа время все 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 это заполнять и там будет окошко где описать почему я почему я считаю что этот штраф выписан неверно это все объяснить свою ситуацию я это все сделала как мне сказал молодой человек что в течение недели вам позвонит офицер и скажет или штраф вам аннулируют или уменьшат или платите мне позвонили в этот же день буквально через пару часов позвонил офицер сказал что посмотрел почитал опять же я ему повторила нашу историю почему что мы делали почему мы там припарковали машину на что он не сказал ну хорошо тогда вы просто водите когда будете платить водите все данные чеками по сумме вместо 75 долларов платите 25 я об этом обрадовалась 50 долларов экономия это приятно и побежала бегом заплатила вот вдвойне приятно что если ты получаешь штраф что это можно обсуждать что есть люди с которыми можно поговорить что ты можешь быть услышан и можно дал уменьшить вот так штраф от 75 до 25 долларов поэтому если вы как и мы первый раз получаете такой желтый тикет знаете что делать смотрите на другой стороне есть вся информация звоните по номеру телефона объясняете свою ситуацию конечно же я не призываю никого обманывать и придумывать какие-то сказки люди умные и все понимают поэтому максимально честным нужно быть и вы будете услышаны и я надеюсь наш опыт поможет и вам сэкономить деньги может быть вообще и не получать таких штрафов на этом у меня все всем пока